Друзья, всем привет! С вами Никита Дилы и сегодня у нас будет ролик посвященный модам, которые я использую в прохождении на 19 ферме. Сразу говорю, что будет все представлено в том же самом виде, как и в 17 ферме. У нас был ролик похожий, то бишь внизу появляется название мода и я про него пару слов расскажу, если эти слова потребуются. Опять-таки, почти все из них обновляются, поэтому версий тоже никаких нету, просто сбивайте в гугле то, что написано снизу и скачивайте свежую версию и она будет даже лучше, чем у меня. Ну и плюс еще, ребята, что важно, я не буду ничего рассказывать про модовые трактора, которые у меня есть. Все, что модовая техника, я, во-первых, ей очень мало пользуюсь, во-вторых, ее всю можно взять из мод хаба, то есть из меню игры. И ставил я ее только для того, чтобы на некоторые сервера зайти, потому что есть люди, которые очень сильно любят эти трактора. В общем-то, поехали. Соответственно, первый мод называется Placeable Refill Tanks. Представляет он у себя 4 вот таких вот пополнялки семян, удобрений и гербицидов. Находится это в статичных объектах, впрочем. Соответственно, ставите его в любое место, проезжаете рядом с вашей сейлкой и пополняете ее. Соответственно, курс-плей тоже около нее пополняет, и именно для этого она здесь и стоит, потому что хорошо работает с курс-плеем. Следующий мод называется Real Dirt Color, что в переводе с английского языка обозначает реальный цвет грязи. И сейчас я, в принципе, покажу, как это работает. Вроде как у нас даже вон извести есть на поле. То есть, соответственно, мы едем по белой извести, и наши колеса становятся белыми. Мы ездим по обычному полю, наши колеса становятся обычного цвета. Как видите, правое белое, левое нет. Соответственно, каждое колесо работает отдельно. Если вы ездите по скошенной траве, то, соответственно, они зеленые будут и так далее. В общем-то, все красиво, колеса вон немножко чистятся. Плюс по травке проехались, вроде как протекторы остались забитыми. Короче, все очень круто и такой must-have мод чисто для эстетического удовольствия. Следующий мод называется Egg Palette. Соответственно, палет для яиц. Находится он в объектах поддонов больших. Выглядит вот так вот, стоит 25 долларов за штуку. Соответственно, ставите его рядом с коробками с яйцами, и он туда автоматически их набирает. То есть, немного упрощает жизнь с курятником. А потом, соответственно, уже именно таким поддоном грузите его на прицеп и ездите продавать. В общем-то, тоже очень полезная вещь. Следующий мод у нас находится в категории «Разное в прицепных устройствах». И это вот такая вот приза, называется Milling Machine. Тоже крайне необходимая вещь. Мы, по крайней мере, в 17-й ферме очень часто ей пользуемся. Она умеет подбирать земли и скидывать все, что на земле лежит в прицеп. Так что, как по мне, реально must-have. Следующий мод называется «Realistic Weight Mass Adjustment». То есть, мод на реальный вес, что ли, всего того, что мы возим. И в самом низу мы сейчас видим, что наш трактор весит 7,3 тонны. Если же мы цепляем сзади культиватор, то мы видим, что общая масса стала 9,4. Соответственно, с прицепами, в зависимости от того, сколько там наполнено, все это дело меняется. В общем-то, вроде как информация не шибко важная, но хай будет. Следующий мод называется «Anti-Roll Bales». Я не знаю, работает он или нет, я его еще даже не проверял. И суть его заключается в том, что круглые тюки, которые у нас будут появляться из тюковщиков. Там солома, сено, трава. Сила, в конце концов, только круглый тюковщик упаковывает так, чтобы сразу все это дело работало. У них есть проблемы, они иногда укатываются. И чтобы они не укатывались, есть вот такая модификация. В общем-то, в описании написано, что они как бы с меньшей вероятностью будут укатываться. Может, они все равно будут укатываться. Ну, в общем-то, я попробовал его поставить. Как-нибудь мы его проверим. Следующий мод, который у меня стоит, мод GPS. Соответственно, про него ничего не говорить не буду. Про него снят отдельно ролик. Он находится в плейлисте «Обзоры гайда» или как он там называется. В общем-то, в мультиплеере вещь, кстати, крайне необходимая, как по мне. Ссылка на плейлист, разумеется, есть в описании. Так что смотрите там. Следующий мод называется «Enhanced Vehicle». Я не знаю, как правильно читается. Простите меня за мои познания в английском языке. В общем-то, смысл у него в том, что он добавляет блокировку дифференциала, перевод на переднюю и заднюю ось. Как видите, есть справа внизу значок специальный для этого мода. Нужен он как раз-таки в связке с реальной массой, скажем так. Потому что, если ты забуксовал, там, в общем-то, можно, скажем так, то ли заблокировать дифференциал, то ли перекинуть, например, на задний привод только и так далее. В общем-то, почитайте описание, как это все работает. Я, опять-таки, мне еще не было нужды этим пользоваться. Ну, вот такой вот у меня мод стоит. Следующий мод называется «Strong Farmer». «Сильный фермер». Соответственно, он позволяет нам таскать поддоны и, в принципе, даже технику мы можем поднимать и бросать. Правда, недалеко, но смысл у него, в общем-то, в этом. Прибавляет нам силушку богатырскую. В основном, в принципе, это надо, чтобы с поддонами не морочиться. Я обычно именно для них это все делаю. Их можно спокойно потом таскать и бросать. Следующий мод называется «Player Speed». Благодаря двум клавишам мы можем повышать скорость игрока. Как видите, уменьшать ее, и он будет ходить медленно. Или же, наоборот, повышать ее вплоть до 20 раз. И, соответственно, быстро перемещаться по любой ферме. Без проблем попасть из точки А в точку Б. Следующий мод называется «More Animal Husband There Is Possible». По стандарту в игре можно вроде как расположить всего лишь 10 загонов для животных. Насколько я знаю. То есть, в сумме, чтобы их было 10 или 10 одного вида. И этот мод увеличивает это все дело до 32. То есть, мы можем поставить 32 коровника на карте. Мне пока что это не было такой ситуации, чтобы это пригодилось. Но, на всякий случай, я решил его поставить. Потому что, ну, мало ли у нас тут будет ферма прям вообще охренеть какая. Следующий мод называется «Course Play». И про него я тоже ничего говорить не буду. Про него снят целый ролик. В принципе, с большой долей вероятности, именно благодаря этому ролику, вы попали ко мне на канал. Поэтому, про него ни слова, но он у меня, разумеется, стоит. Следующий мод называется «Vehicle Fruit Hood». Этот мод, соответственно, показывает, что у нас лежит в прицепе. Сколько у нас вмещается в прицеп в процентах. Правда, вышло сейчас обновление игры, и, соответственно, они стали друг с другом немножко конфликтовать. Ну, примерно вот так давайте мы закинем. В правом нижнем углу у нас теперь появляется информация о том, сколько у нас возможно засыпать и так далее. Но вообще, надо бы его снести, потому что накладывается он на обновление из игры, скажем так. Следующий мод называется «Real Clock Mod». Это, наверное, первый мод, который мы вообще поставили на сервер. «Must Have», потому что ферма, сами знаете, такая игра, в которую можно заиграться и упустить сколько времени. И в правом верхнем углу у нас показывается реальное время в нашей жизни, что называется. Поэтому вы не пропустите, когда же вам нужно идти на работу или так далее. Хотя, честно говоря, можете. Но в любом случае «Must Have», называется «Real Clock Mod». Следующий мод, который у меня стоит, называется «Horse Helper». Соответственно, помощник по лошадям. Чтобы не выгуливать всех лошадей, а то время на это тратить обычно впадлу, плюс это, как правило, неинтересно. Есть вот такой вот помощник, и в 11 часов вечера все лошадки выгулены на 100%. И следующий мод называется «Place Anywhere». Соответственно, он позволяет без проблем устанавливать в любое место все, что надо, без каких бы то ни было проблем. То есть, с меньшей вероятностью будет вот эта вот красная хреновина, то, что мы видим. Плюс, насколько я знаю, он позволяет даже внутри объекта что-то ставить. То есть, мы можем прям в загон с лошадьми будку поставить или элеватор. Ну, короче, немножко проще жить становится. Разумеется, вот так вот делать смысла никакого нету. И выглядит оно, скажем так, ужасно. Но просто можно вот сюда вот впритык поставить теперь Керхер, там, я не знаю, еще что-то. Соответственно, оно друг другу не мешает. Следующий мод, который у меня установлен, называется «Multiple Missions». То есть, можно брать сразу несколько контрактов, а не один, как это происходит у нас в обычной игре. То есть, можем спокойно взять все контракты и вместе параллельно их делать. Как по мне, очень важная вещь. Следующий мод называется «Vehicle Inspector». «Vehicle». Я знаю, что неправильно читаю это слово, но в любом случае, в левом верхнем углу нам показывает всю информацию по поводу того, кто у нас чем занимается. То есть, мы ставим, например, сюда вот работника или курс-плей работать, и мы видим, как и что происходит, соответственно, насколько наполнены и так далее. Это относится к комбайнам, например, или сейлке. То есть, мы видим всю информацию. Ну и последний мод идет «Мод на рулетку». Называется он «Mia Suri». Я не знаю, как читается. Простите. Соответственно, это мод на рулетку. То есть, мы можем мерить что-либо, какое-то расстояние. Нажимаем кнопочку «Alt» и правую кнопку мыши. И, соответственно, отмеряем, не знаю, распиленное дерево, например. Чтобы самому бензопилой пилить их по 10 метров. Ну, например. Вроде как, друзья, на этом все. Я надеюсь, что я ничего не забыл. Если я что-то забыл, пишите в комментариях. Я без проблем всем отвечу. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока.